Автосервис Гермес Авто приглашает на бесплатную диагностику подвески. Также для клиентов предоставляются услуги эвакуатора и вызова такси. Гермес Авто 431070. Больше проблем, чем удобств. Сегодня активисты Общероссийского народного фронта провели эксперимент. Вызвали для инвалида-колясочника низкопольный автобус. Неделю назад городские власти объявили о том, что инвалиды, мамы с колясками и другие маломобильные люди смогут позвонить в автотранспортные предприятия и заказать низкопольный автобус на любое время. Но на деле оказалось, что в новой услуге больше проблем, чем удобств. Договориться с диспетчером АТП о новой услуге Илье Сазанову оказалось непросто. Пришлось долго объяснять, что автобус нужен в определенное время в определенном месте. В итоге инвалиду-колясочнику просто обозначили время, в которое низкопольный транспорт будет проезжать мимо нужной остановки. Увидев мужчину на коляске, водитель автобуса серьезно удивился. Как пользоваться аппарелью он не знал. Пришлось затаскивать на руках мужчину на коляске в автобус. Кроме того, во время поездки кнопка вызова водителя для инвалидов в автобусе не работала. Ощущение двоякое. Потому что, с одной стороны, услугу человеку оказали и доставили его до той остановки, куда он просил. Но, с другой стороны, оказали ее, мне кажется, с нарушением требований безопасности. Особенно в пятом автобусе. Это было действительно страшно. Я не знаю, испугался ли герой. Но мне со стороны было страшно. И в какой-то моменте, думаю, просто коляска прикинется. Поездка в обратном направлении, уже на низкопольном троллейбусе, прошла более успешно. Водитель не сразу, но разобрался, как мужчине на коляске безопасно заехать в автобус. Активисты ОНФ порекомендовали руководству автотранспортных предприятий обучать своих подчиненных. То есть, объяснять и показывать водителям и кондукторам, как должна работать новая услуга. Иначе особого смысла в ней не будет. Подорожают мясо и молоко. Оэксперты озвучили прогнозы о том, как будут меняться цены на самые ходовые продукты в 2020 году. Впрочем, Министерство труда и соцзащиты пока на эти прогнозы внимания не обращает. Ведомстве говорят, что в прошлом году цены на многие продукты снизились. А значит, можно снижать и прожиточный минимум. По данным РБК, мясо и молоко в 2020 в среднем могут стать дороже на 10-12%. Это может произойти из-за роста издержек производителей. В частности, на мясо и молоко будет введена цифровая маркировка. Это дополнительные затраты, которые повлияют на себестоимость. Некоторые эксперты считают, что повышение цен на молоко приведет к дальнейшему снижению спроса. А вот цены на свинину, по мнению экспертов, в этом году будут ниже прошлогодних на 5-7%. Что касается птицы, то ее стоимость останется на прежнем уровне. Несмотря на прогнозы, Министерство труда и соцзащиты предложило снизить прожиточный минимум в среднем на 3%. Ведомстве считают, что это можно сделать, потому что в прошлом году многие ходовые продукты питания стали дешевле.